В преддверии Нового года тугурчане были удостоены прекрасного подарка. 25 декабря в селе состоялось торжественное открытие хоккейной коробки, в котором приняли участие районная и городская власть, депутаты, жители. Мы рады приветствовать всех на торжественном открытии хоккейного коробка села Тогу. Это событие значимое для нашего города и района. В Колпашевский район прибыл депутат областной законодательной думы Александр Фриновский, внесший неоценимый вклад в строительство хоккейного корта в Тогуре. Александр Николаевич поприветствовал жителей. При участии в большом администрации района и города хочу сказать, что Тогур заслуживает этот корт. И накануне Нового года вот такой вот небольшой скромный подарок для ребятишек прежде всего, ну и для всех людей старшего поколения. Зима у нас длинная, и можно будет кататься и день, и ночь. Ну а кто еще не начал кататься, то надо начинать. Хоккейный корт в Тогуре – это результат большой работы городской, районной и областной власти. В последнее время мы становимся все чаще и чаще свидетелем таких замечательных событий, как открытие новых спортивных объектов, ну и реконструкция уже существующих. Вообще, говорить все об истории, почему мы сегодня здесь присутствуем, это давно мечта, давно существующая среди жителей Тогура, и вот наконец-то сегодня она реализована. Я с удовольствием хотел бы поблагодарить депутатов фракции «Единая Россия», законодательной думы Томской области, которые вот благодаря своей инициативе решили помочь нам построить этот спортивный объект. Поздравляю всех жителей села Тогура и Калпашево, соцсетей прекрасной хоккейной коробки, любителям зимних видов спорта, желаю с польского льда, а нашим ребятам за турниры забивать побольше шайб, шыжей и ворота. В Калпашевском районе постепенно совершенствуется спортивная инфраструктура, в том числе и для зимних видов спорта. Несколько лет назад хоккейные корты были открыты в Калпашеве, Новоселове, а теперь в селе Тогур – событие без привлечения, долгожданное. Полагаю, сегодня все с представкой замечательного. Первое – замечательный солнечный зимний день, уверен, замечательное предновогоднее настроение, ну и замечательное событие, открытие нового спортивного объекта. Уверен, это важная история не только для Тогура, но и для всего Калпашевского спорта, я в связи с этим спортсменам желаю бережной, но при этом интенсивной эксплуатации этого объекта. Как известно, в Тогуре проживает немало спортсменов, да и просто любители здорового образа жизни. А значит, ледовый корт пустовать не будет, тем более, что по соседству имеется пункт проката коньков. От имени районного совета ветеранов и вообще, как от жителя Тогура, я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто принял активное участие в строительстве вот этой хорошей хоккейной коробки. А особенно я хочу сказать Александру Николаевичу. Александр Николаевич, мы-то с вами знаем, сколько и чего сюда было сделано. Вот, сколько было потрачено нервов, сколько потрачено было всяких разных материалов для того, чтобы здесь все это подготовить. И сегодня вот конец того, что мы когда-то задумали. И сегодня в Тогуре есть хорошая хоккейная коробка. И вот наступил самый торжественный момент – перерезание красной ленточки. По доброй традиции первым принято запустить кота как символ добра и удачи. Ну а затем Александру Фриновскому, Андрею Медных и Алексею Щукину было предоставлено право забить первую шайбу в хоккейные ворота. Самым метким оказался Александр Николаевич, который с одного удара попал в цель. Областной депутат Фриновский вот уже много лет принимает активное участие в жизни Колпашевского района. Спорту и в частности хоккею Александром Фриновским уделяется пристальное внимание. В 2018 году в Колпашеве была организована детская команда по хоккею, для которой областной депутат приобрел спортивное обмундирование. Хоккейный корт необходим, потому что два года назад мы купили форму ребятишкам. Они начали заниматься, но заниматься нужно уже все по-серьезному. Поэтому корт был просто необходим. И в этом году мы собрали группу депутатов с фракции «Единая Россия» под руководством Козловской Александра Виталина, Куприянцев Александра Бруславовича, Шпетра Александра Карловича, Чубика Петра Суверевича, и Микельсона Александра Карловича, Форобьева Виктора Александра Суверевича. Вот сложили все свои возможности, и вот эта коробочка сегодня, слава Богу, стоит. В последнее время все больше юных жителей приобщается к хоккею, и причем предпочтение отнюдь не женскому виду спорта отдают девочке. Мне нравится вот эта вот форма, когда мне бросят в лицо, у меня ничего не страшно нигде. Когда я первый раз не поймала шайбу, Владимир Дмитриевич меня поддерживал. Он сказал, мы только учимся. Восьмилетняя Виктория Кистенева в младшей хоккейной команде играет вратарем. Хоккей – это же мужской вид спорта. Тебя не испугало это? Нет, меня не испугало. А почему именно вратарь ты? Владимир Дмитриевич что-то во мне заметил. Я сама в себе уверена, я все время что-то пытаюсь сделать, что-то новое узнаю в хоккее. Силами районной городской власти за последние пять лет в селе Тогур была построена многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием для баскетбола и хоккея с мячом. Оборудована площадка для пляжного волейбола, построена теплая раздевалка, где установлены столы для настольного тенниса, а в зимнее время года работает прокат коньков. Ну а теперь в Тогуре появился и новый хоккейный корт, который станет площадкой для восхождения новых спортивных звездочек. А помогут им в этом талантливые колпашеские тренеры. Как ты считаешь, для Тогура хоккейный корт нужен и почему? Да, потому что всем надо ходить на хоккей. А почему именно на хоккей? Нужно всем ходить? Покататься. Я люблю кататься, еще стоять защитником, тонять умею. Освоился на льду на коньках, да? Угу. Вообще-то, наверное, тяжело кататься, да? Да. Надо учиться тормозить, но я только что научился. Я люблю хоккей, нравится быть вратарем больше всех. Вот уже много лет в Колпашеве проводится областной турнир по хоккею на призы депутата Александра Фриновского. Очередное состязание состоится в марте будущего года. Александр Николаевич призвал юных хоккеистов совершенствовать спортивное мастерство, чтобы завоевать заветный кубок победителя. В эту зиму нужно будет команде обязательно принять в турнир, который мы регулярно проводим и достойно сыграть. Время есть до марта месяца. Пожалуйста, ребятишки, тренируйтесь, чтобы выглядели достойно. В преддверии Нового года Александр Фриновский адресовал праздничное поздравление всем жителям Колпашевского района. Чего пожелали Колпашевцам в новом 2020 году? Колпашевцам в новом году, безусловно, здоровья прежде всего. Всем, всем, всем. От мал до велика. Ну и дай Бог, чтобы благополучие было в каждой семье, радость была в каждой семье и успехи.